Так как же я пришла к мысли с занятием видеоблогингом? Снимать ролики, говорить о своей жизни не только в печатном тексте с фотографиями, но уже в вербальном. У меня была знакомая, с которой мы вообще как бы общались иногда по большей части по сети. Я периодически ездила в Ярославль, это областной город нашей области. Я живу в Угличе, если кто не в курсе, вот теперь знаете. Ну и я периодически туда ездила то за чаем, то за какой-нибудь техникой, ну просто вообще погулять. И вдруг она узнаёт, что часто шастаю в Ярик, особенно в Ифраше. И вот такая-сякая, не могу с ней встретиться. У меня даже мысли как-то не было с ней встречаться. Ну, я как бы ездила, я люблю гулять по магазинам, по большей части одна. Потому что никто не накапает на мост, что вот купи себе вот эту неведомую хрень, которая тебе вообще не нужна. И получилось так, что мы решили с ней встретиться. Я за день до случайно совершенно из любопытства ради ткнулась у неё на странице ВКонтакте на ссылку, ведущую на Ютуб. И так удивилась. Ленка снимает видеоролики. То, к чему я как бы всё равно бы пришла, уже у меня были какие-то мысли, но как бы никто не пинал, а я ленивая. Я посмотрела, мы с ней встретились на вокзале. Она мне какой-то подарок подарила, я ей какой-то подарок подарила. Помню, какой-то из подарков был у неё в обзоре, который я видела. Я такая радостная, я говорю, прикинь, я тут видела твоё видео, так клёво всё такое. Она очень удивилась, что её кто-то смотрит из её реально знакомых, там, друзей по реальной жизни. И мы в итоге с ней сидели в кафе «Манеки», которое находится рядом с Тюзом, театр юного зрителя. Кто не знает Ярославля или кто вдруг знает, то там вот есть такой «Манеки». По крайней мере, было раньше, я там уже практически, скажу, ну летом вот год, как я там не была, поэтому, возможно, что-то изменилось. Я когда из Углича-то уезжаю даже на полдня, допустим, в тот же Ярик, то приезжаю, всегда что-то новое случается. А тут как бы столько времени не было в Ярославле, мало ли что там. Ну, тюста там точно есть, и мы с ней сидели в кафе, она мне полчаса капала на мозги фразой такой «Сейчас я посмотрю свою спаргалку». Она сидела напротив меня и повторяла фразу «Как жаль, что ты не блогер». А я мысленно офигевала, я же уже на тот момент, а тогда было лето 2015 года, я же уже 9 лет как блогер. Думаю, сказать и не сказать, но она так уверенно это повторяла, что я решила, что лучше не надо. Ну, думаю, как человек уверен в этом. А потом вдруг выясняется, что у неё понятие блогера распространяется исключительно на ютуберов. На тех, кто сидит на ютубе, снимает ролички, о чём-нибудь там какие-нибудь стримчики ведёт или игры свои показывает, что угодно. Но исключительно видеоблогерством занимается именно на ютубе. Все остальные блогеры – это не блогеры были в её понятии на тот момент. Не знаю, как сейчас. Мы с ней перестали общаться. Ну, и как бы я вспоминаю, что у меня на ютубе есть аккаунт. В принципе, ибо гугль-то тоже есть. Ну, на гугле почта. А на гугле и почта, и ютуб, и чего там только нету. На тот момент даже ещё был гугл плюс, куда у меня автоматом репостились видосики. Иногда я что-то даже там подписывала. У меня какие-то даже подписчики были. Внезапно. Ну, потом гугл плюс как-то скрутился. За ненадобностью особой. И раз у меня есть там аккаунт, думаю, ладно, почему бы не записывать уже конкретно такие ролики, не что-то такое вбрасывать в сеть без особой претензии, что это будет кто-то очень сильно много смотреть, комендировать или ещё что-то. А вот именно как вести канал и вести видеоблог параллельно, допустим, письменному, печатному блогу на том же Тифоретнике или ЖЖ. Благодаря этому ролику мне отпадёт нужда писать каждый год 22.06 какой-нибудь ролик типа «О, знаете, мне вот столько-то уже лет, как я веду видеоканал, поздравьте меня с этим». Или там «О, знаете, так круто, уже столько лет я веду видеоканал, вот в этот день я первый ролик записала, видеообзорный». На самом деле первый ролик 2000 делала. И я там понравилась. Я вообще люблю себя. Мне нравится иногда перечитывать свои тексты, особенно когда грустно, я иногда читаю свою прозу. Лирику я как-то редко читаю. У меня всё есть идея отредактировать все эти очепятки и неточности во всём, что я до этого писала. Но давно уже не пишу как бы. Но что-то всё как-то руки не доходят, всё как-то лень. И вообще, если вы какое-то время страдали писательством, стихоплёдством, то однажды вас заклинит в переводы. Лена же, подружка моя тогдашняя, с чего ты решила, что именно она сподвигла меня заниматься видеоблогерством? Именно она сподвигла меня сделать аккаунт на YouTube? Хотя тогда аккаунту было уже, ну, допустим, лет пять с лишним. Лет шесть-то точно уже. Ну и в любом удобном случае она как бы говорила, что вот, если бы не я, Лёля бы там ничего не сделала. Вот, если бы не я. Меня, конечно, это немножко напрягало и раздражало, но я как бы человек вежливый, у меня феерическое терпение. Я просто ничего не говорила. Потому что иногда лучше ничего не говорить, чем пытаться доказать что-то, при этом это всё выльется в ругань. Я не люблю ругань, я такая в этом плане очень безобидная и мирная. Я даже помню раньше своих друзей, которые иногда и по какой-нибудь причине ругались между собой, пыталась помирить. Ну и, если я знаю, что с человеком будут конфликты, он неизбежен, я лучше спрячусь куда-нибудь. Либо же буду очень долго оттягивать этот разговор ругательный. Потому что негатив идёт, негативная энергия, она не очень хорошая. Лучше нести позитив в массы. Вы так не считаете? Конечно, Лена мне давала какие-то советы. Знаете, люди, если вы вдруг начинаете вести канал, какое-то своё дело, лучше избегать слушания советов своих друзей. Потому что иногда эти друзья в кавычках, а иногда, по большей части, эти советы, если вы занимаетесь чем-то подобным, что и ваш друг или знакомый, делаются не по доброте, а душевной совершенно. Я помню, что у меня были такие обзоры, что я, допустим, я сейчас телефон покажу, у меня просто под рукой только телефон есть. Показывала что-то, я думала, что так надо, как мне сказали, я так и делала. Очень быстро. Вот даже меня сейчас это раздражает, когда я в камеру смотрю и телефоном-то кручу. Но мне так посоветовали, сказали, что так действительно надо делать.